И в развитии темы наша съемочная группа побывала на ночной уборке урожая. По хрупким стеблям тяжелая техника. На часах 8 вечера, но комбайнеры продолжают уборку. Лето было непростым, но вопреки непогоде урожай зерновых высокий. 48 центней раз гектара. Долгие годы это поле пустовало, теперь же здесь ждут неплохой урожай. Мы в прошлом году вот эти все залежные земли, это 1500 гектаров, за все лето полностью ввели в сельхозоборот. Это означает, что мы боролись с сорняками, вырубали лес, выравнивали поля, осушали заболоченные места. И эти все 1500 гектаров мы засеяли зерновыми культурами. Управлять современным комбайном не сложнее, чем автомобилем. Правда, скорость всего 5 км в час. Главное не пропускать колосья и ехать ровно. Машина оснащена системой дистанционного мониторинга. С помощью смартфона в режиме реального времени можно контролировать скорость и расход топлива и следить за передвижением сельхозтехники. Так, вот в поле, вот камаз двигается. Вот он, видите, уже едет к нам. Вот он, видите, там далекие фары. Вот мы его видим, он сюда уже подъезжает. В среднем урожайность по республике выше, чем в прошлом году. Тогда показатель остановился на отметке 25,7 сетни раз гектара, пока погода способствует уборке. На сегодняшний день собрано с площади около 50 тысяч гектаров. В прошлом году было в 4 раза больше. Поэтому основная наша задача за короткое время собрать весь урожай. Здесь мы, понятно, сталкиваемся с трудностями, так как поздно посеяли зерновые, еще не созрели. Зеровые, зерновые. И выигрывают те хозяйства, где есть озимую культуру. Вот многие сегодня заблуждаются. Говорят, что влажность 20-23, мы пока не готовы, где-то 18. Мы еще ждем, пока подсохнет. Ни в коем случае ждать нельзя. Уже дни, осень наступает, мы говорим, да, дни становятся короче. Рифат Ваткулин, Сергей Адушкин, Республика.